Керченская переправа для Джиойти без преувеличения – дорога жизни. Студентка из Индии, которая сейчас обитает в Крыму, в порт Кавказ на пароме прибивают ради одного – банкомата. Если этот путь окажется закрытым, то жить иностранным студентам в соседней республике окажется не на что. Приходится путешествовать сюда, чтобы снять деньги. В Крыму нет банкоматов, которые бы обслуживали иностранных студентов. Поэтому финансовая безопасность Джиойти зависит от хорошей погоды и отсутствия очередей на Керченской переправе. Бороться с последними в летний сезон здесь будут 10 паромов. В строй дополнительно введут еще два судна. Документы на одно из них уже оформляют, а второе должно прийти через неделю. По словам представителей морской дирекции, в разгар сезона это позволит перевозить в обе стороны до 50 тысяч человек в сутки. Ожидание в очереди, по прогнозам, не должно превышать двух часов. Я уже 50 лет езжу этим маршрутом. Я живу в Крыму, родственники здесь вот на Кубани. И еще такой вот, такой обслуги, вот такого комфорта. И что касается самого автобуса, и что касается самой переправы, ни толкотни, ни очередей. Ну, красота прям необыкновенная. Готовность переправы к наплыву туристов проверили исполняющие обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов. Руководители регионов проделали такой же путь, что и обычный турист. Сначала они приехали на новую накопительную стоянку в поселке Ильич, недалеко от порта Кавказ. Здесь можно купить билеты на паром, если ехать на машине, или переждать непогоду и очереди. Накопитель рассчитан на 1800 мест для легковых авто. Есть зал ожидания, медпункт и даже душевые. Все облагорожено здесь вообще. По сравнению с тем, что раньше было, как стояли на обочинах, сейчас вообще идеально все. В самом порту Кавказ Кондратьев с Аксеновым отправляются к двум новым грузовым причалам. Строители по морскому с точностью докладывают – готовы на 99%. Осталось уложить подъездную дорогу. На субподряде здесь работают краевые дорожники, поэтому такие быстрые темпы. 15 июня мы получим дорогу. Все, это важно. Новые причалы помогут более грамотно развести грузовые и пассажирские потоки на паромы. На Кубанском берегу улучшать инфраструктуру порта и создавать комфортные условия для людей начали сразу после окончания прошлогоднего сезона. Сейчас перед стартом нового все готово на 95%. Залы ожидания отремонтированы, а пробок, по словам туристов, практически нет. В общей сложности заняло это 30 минут. С учетом того, что машин достаточно мало. После инспекции работы КАС и зоны досмотра автомобилей Венимин Кондратьев со своим коллегой из Крыма и вместе с пассажирами садятся на паром и отправляются на полуостров. Судно про топору смещает 500 пассажиров и 150 автомобилей одновременно. Прогуливаясь по палубе, глава Кубани напомнил их ответственным за морское сообщение. В этот раз специальные комиссии следить за работой переправы будут сразу с двух берегов. Вы без нас знаете проблематику прошлого лета. Вот вы если знаете, то в это летом вы ее просто обязаны не повторить. И у вас другого выбора нет. Все учтите, все максимально. И просто-напросто, как часы должны работать, как паромы, как сама переправа. Путешествие из России в Россию заняло не больше 30 минут. На Крымском берегу к отправке на Кубанский уже ждут туристы. Мерятся полномочиями и выяснять, кто больше отвечает за комфортные условия для отдыхающих. Краснодарский край или Крым никто не будет. Охлаждает пыл собравшихся журналистов Вениамин Кондратьев. Работать будут сообща, без всякой конкуренции. Пассажиры и туристы, они не краснодарские и не крымские. Это российские туристы и российские пассажиры. Сегодня можно уже заявить о том, что 2015 год, летний сезон, будет полностью готов к перевозке пассажиров. Сегодня максимально приложены усилия из стороны края Краснодарского и Крыма. Мы увидели комфортабельные залы ожидания, то есть кассы, которые все вместе и все вместе в совокупности будут способствовать, что даже то незначительное время ожидания будет комфортным. При этом будут неожиданные проверки, всех предупреждаем. Здесь готовиться никому не дадим. Будем с Вениамином Ивановичем с двух сторон неожиданно приезжать. Будем в роли пассажиров выступать. На территории Крымского порта главы регионов отправились на совещание, чтобы обсудить дальнейшее развитие инфраструктуры на переправе. Известно, что с июня билеты на паромы можно будет бронировать через интернет. Пока переправа единственное, что связывает Кубань и Крым. Впрочем, мост уже начали возводить на обоих берегах. Транспортную связь регионов кардинально должен улучшить Керченский мостовой переход. По проекту это четыре автомобильных полосы и две железнодорожных нитки. К 2018 году стройка должна быть завершена. Рассчитывается, что тогда пропускная способность увеличится до 10 тысяч автомобилей и около 50 поездов в сутки. После строительства о многочасовых пробках на Керченской переправе можно будет забыть. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24. Этот час за четыре.